Глава 12. Киты и кошелоты. В ночь с 13 на 14 марта Наутилус снова взял курс на юг. Я предполагал, что он, оставив на западе мыс Горн, войдет в Тихий океан и этим закончит свое кругосветное путешествие. Этого, однако, не случилось. Куда же держит путь капитан Немо? К южному полюсу? Это было бы безумием. Я начинал думать, что Нэтленд имеет некоторые основания смотреть на капитана, как на тронутого. С некоторого времени канадец ни слова не говорил мне о побеге. Он стал сдержаннее, мрачнее и молчаливее. Я ясно видел, как тяжело дается ему наше долгое заключение на Наутилусе. Я чувствовал, как с каждым днем растет его раздражение. При встрече с капитаном глаза Неда вспыхивали мрачным огнем. Губы сжимались, и я всегда боялся, что он вдруг вспыхнет и позволит себе какую-нибудь очень неприятную для всех выходку. В тот день, 14 марта, канцель и Нэтленд неожиданно пришли в мою каюту. «Хочу задать вам вопрос, профессор», — сказал Нэтленд. «Спрашивайте, Нэт, как вы полагаете, профессор, сколько человек на борту Наутилуса?» «Не знаю, Нэт. Мне кажется, что такому судну не требуется большой экипаж». «Мне тоже, Нэт. По-моему, десяти человек совершенно достаточно». «Так почему же их тут гораздо больше?» — спросил Лэнд. «Почему?» — переспросил я. «Да, почему?» «Видите ли, Нэт, сказать точно я ничего не могу, но мне кажется, что Наутилус не только корабль, но и убежище для тех, кто, подобно капитану Нэма, прервал все отношения с обществом». «Может быть, но с позволения их чести, ведь Наутилус не может вместить всех», — сказал канцель. «Пусть их честь нам скажет, сколько именно человек здесь может быть». «Как же я могу это сказать, канцель?» «Их честь могут рассчитать. Их честь знают, какое это судно, объем полезного воздуха. Их честь также знают, сколько каждый человек потребляет кислорода. Надо еще заметить, что Наутилус всплывает каждые 24 часа». Речи канцеля не отличались особой ясностью, но я понял, что он хочет сказать. «Я понимаю, канцель», — сказал я. «Рассчитать это нетрудно, но вряд ли расчет будет верным». «Ничего», — сказал Нэтленд. «Вы все-таки рассчитайте». «Извольте, каждый человек употребляет в час весь кислород, содержащийся в 100 литрах воздуха. Или, говоря другими словами, за 24 часа поглощает кислород, содержащийся в 2400 литрах. Надо, значит, разделить водоизмещение Наутилуса на 2400». «Именно так», — сказал канцель. «Так как Наутилус смещает 1500 тонн, а в каждой тонне 1000 литров, значит, разделив на 2400, я взял карандаш, получим 625. Таким образом, на Наутилусе воздуха достаточно примерно для 625 человек в течение суток». «625», — повторил Нэтленд, — «это, пожалуй, много на троих». «Да, много, Нэт. Хотя нас здесь вместе взятых гораздо меньше. Я могу вам только дать один совет. Запаситесь терпением». «И даже с позволения их чести не только терпением, но и смирением», — сказал канцель. «Покоритесь судьбе, Нэт». «Впрочем», — сказал я, — «капитан Нэма не может же все время плыть на юг. Когда-нибудь он остановится. Его могут задержать льды, и он должен будет возвратиться. Тогда можно будет попытать счастье, Нэт». Канадец покачал головой, потер лоб рукой и удалился, не сказав ни слова. «Этот бедный Нэт с позволения их чести все думает о том, чего не может иметь», — сказал канцель. «Он все вспоминает, что было в прошлой жизни, и обо всем жалеет. Каждую минуту он думает о разных таких вещах, и сердце у него надрывается каждый раз. Надо войти в его положение. Ему не весело здесь. Что ему тут делать? Нечего. Он не ученый, как их честь, и никогда не сможет увлечься, как мы, морскими чудесами. Он теперь только и думает, как бы убежать на родину и посидеть вечерком в какой-нибудь своей любимой таверне». «Твоя правда, канцель. Твоя правда», — отвечал я. «В самом деле однообразная жизнь на Наутилусе должна быть была невыносима для канадца, который привык к жизни деятельной и свободной. Развлечения, доступные ему, были редкие». Впрочем, в этот день случилось происшествие, которое напомнило ему счастливые дни. Около 11 часов утра Наутилус выплыл на поверхность океана и очутился среди целого стада китов. Киты играли очень значительную роль и оказали немалые услуги мореплавателям в эпоху географических открытий. Увлекая за собой сначала басков, потом астурийцев, англичан и колландцев, киты научили их пренебрегать опасностями и провели с одного конца земли до другого. Старинные легенды уверяют, что они заводили китоловов почти до самого северного полюса. Мы сидели на палубе, море было спокойно. Под этими широтами октябрь не похож на нашу осень. Погода была великолепна. Вдруг Нед преобразился. — Что такое, Нед? — спросил я. — Вон там, на востоке, вон там, кит. Присмотревшись внимательно, можно было различить вдали черноватый предмет, который то приподнимался, то опускался на волнах. — Он далеко? — спросил канцель. — Милях в пяти, — отвечал я. — Эх, если бы я был на китоловном судне, — вскричал Недленд, — отвел бы я свою душу. Кит здоровенный. Смотрите, какие столбы воды он выбрасывает. Тысячи чертей с чертенятами. За что я тут, как какая-нибудь каналья, прикован? — Неужто вы все еще не выбросили из головы китоловство, Нед? — спросил я. — Что? Да какой же китолов может забыть свое ремесло? После этого он не китолов, а скот. — Вы никогда не охотились в этих морях, Нед? — Никогда, профессор. Я охотился только в северных морях, от Берингово пролива до Дивисово. — Значит, с китами южного полушария вы еще не знакомы. Вы до сих пор ловили не настоящих китов. Настоящие киты не переходят в теплых вод экватора. — Вы не шутите? — спросил Лэнд, глядя недоверчиво мне в лицо. — Нисколько не шучу, Нед. — Чудно. А я вам доложу, профессор, что в шестьдесят пятом году, два с половиной года назад, я подцепил около Гренландии кита, и у этого кита в Баку был гарпун с клеймом судна из Берингово пролива. Значит, это животное ранили на западе Америки. Так или нет? А убито было на востоке. Как же оно там очутилось? Значит, обогнуло мыс Горн или мыс Доброй Надежды и перешло экватор. — Я с позволения их чести придерживаюсь того же мнения, — сказал канцель. — Что же их честь ответит на это? Их честь ответит, что разные виды китов живут в различных морях и никогда свои моря не покидают. И если какой-нибудь кит пожаловал из Берингово пролива в девисов, так это потому, что, вероятно, существует проход из одних вод в другие. Где же этот проход? Или где-нибудь у берегов Америки или у берегов Азии. — Уж право не знаю, верит ли, — сказал Лэнд, прищурившись. — Надо верить их чести, — сказал канцель. — Так значит, если я никогда в здешних морях не охотился, так здешних китов и не знаю? — Как я уже вам говорил, Нэт. — Тем резоннее завести знакомство, — сказал канцель. — Смотрите, смотрите, — вскричал канадец, — он приближается. Прямо на нас идет, точно насмехается, бестия. Точно знает, что я ничего не могу сделать. Нэт Лэнд гневно топнул ногой. Рука его поднялась, словно он хотел запустить гарпун. — Эти киты такие же большие, как в Северных морях, — спросил он меня. — Почти одной величины, Нэт. — Я, надо вам сказать, видел здоровенных китов, профессор, в сто футов длиной. И я слышал даже, что у Алиутских островов попадаются киты в полтораста футов. — Ну, это, я полагаю, явное преувеличение, — отвечал я. — Ведь эти животные, снабженные спинными плавниками, как и кошелоты, меньше настоящих китов. — А, — вскрикнул канадец, — приближается, совсем близко. Затем он снова продолжил. — Вы говорите, что кошелоты маленькие? — Да ведь есть кошелоты громадные. — Послушали бы, что про них рассказывают. — Эти животные умные. Говорят, они укрываются водорослями, и все принимают их за острова. — За острова, Нэт? — Да-да, за небольшие острова. И пристают к ним, и располагаются на них, разводят огонь. — Строят дома, — подхватил канцель. — А ты шутник, — ответил Нэтлэнд. — Ну да, строят дома. А потом кошелот переворачивается, и фьють. Дома и жители все в воде. — Это как в путешествиях Синбада-морехода, — засмеялся я. — Вы, Нэт, очень любите необыкновенные истории. — Признаюсь, ваши кошелоты молодцы хоть куда. — Неужели вы верите, что... — Профессор, — серьезно ответил Лэнд. — Когда дело касается китов, так всему надо верить. — Нет, вы только поглядите. Совсем уже близко. — Говорят, киты могут совершить кругосветное путешествие за 15 дней. — Не буду спорить, Нэт. — А вы знаете, профессор, что в старые времена, после сотворения мира, киты плавали еще проворнее? — В самом деле, почему же, Нэт? — А потому, что тогда хвосты у них были поперечными, как у рыб, и они виляли ими справа налево и слева направо. Ну, бог увидел, что они очень быстро плавают, взял, да и открутил им хвост. И с тех пор они хлопают хвостом по воде сверху вниз и плавают потише. — Чудно, — улыбнулся я, — надо ли этому верить? — Я вам отвечу. — Не очень надо верить. Ведь я еще слышал, что есть киты длиной 300 футов, а весом 100 тысяч фунтов. И вы тоже поверите этому? — 300 футов? — отвечал я. — Это уже чересчур. — Правда, некоторые китообразные достигают значительной величины. Есть такие, которые, говорят, дают около 120 тонн жира. — Это правда. Я таких сам видел, — сказал Нэт Лэнд. — Верю, Нэт, — ответил я. Я также верю, что некоторые киты равны по величине сотне слонов. Представьте себе, что это такое, когда подобная махина пускается во всю прыть. — Правда, что кит может потопить корабль? — спросил Канцель. — Не думаю, — ответил я. Впрочем, рассказывают, что в 1820 году именно в этих южных морях кит атаковал судно «Эссекс», и оно потонуло. Нэт Лукава на меня поглядел. — Меня вот тоже однажды хватил кит хвостом в самую шлюпку, и меня и товарищей подкинуло метров на шесть. — Что ж бывает. Если у профессора кита прокидывает корабли, так шлюпку они могут хоть под облака подкинуть. — А долго живут киты, с позволения их чести? — спросил Канцель. — Тысячу лет, — ответил канадец без малейшего колебания. — Откуда вы это знаете, Нэт? — спросил я. — Почему? — Говорят, — отвечал Нэт Лэнд. — А почему говорят? — Потому что знают. — Нет, Нэт, не знают, а только предполагают. И вот на что в этом случае опираются. Примерно 400 лет назад, когда китобои начали ловить китов, киты были гораздо больше теперешних. Из этого сделали вывод, что современные киты еще не достигли полного развития, что это только подростки. Поэтому Биффен и сказал, что китообразные могут и даже должны жить тысячу лет. Поняли? Нэт Лэнд меня уже не слушал. Кит все приближался, и канадец пожирал его глазами. — А-а-а! — вскрикнул он. — Да он не один. Два, три, десять, двадцать. Это целое стадо. Господи, а я ничего не могу сделать. Я связан по рукам и ногам. — Послушайте, Нэт, — сказал Канцель, — отчего вы не попросите у капитана разрешения поохотиться? Канцель еще не окончил фразы, а канадец уже побежал к трапу и исчез из виду. Через несколько минут он вернулся вместе с капитаном. Капитан Немо стал рассматривать китов, которые резвились в миле от Наутилуса. — Это южные киты, — сказал он после наблюдения. — Целое стадо. И такое стадо, что могло бы обогатить флотилию китобоев. — Ну вот, я с этим стадом и справлюсь, капитан, — сказал Нэтленд. — Я еще не совсем забыл, как метать гарпун. — Странная охота, — ответил капитан Немо. — Нам китовый жир не нужен. Значит, придется истреблять животных напрасно. — Да ведь вы же разрешили в Красном море охотиться за тюленем, капитан, — возразил канадец. — Тогда надо было достать свежего мяса для экипажа. Я не понимаю, что приятного убивать только для того, чтобы убивать. Человек очень часто присваивает себе это право. Но я не желал бы допускать подобного варварского времяпрепровождения. Истребляя китов, безвредных и добрых животных, китобои поступают отвратительно, мистер Лэнд. Они уже опустошили весь Баффинов залив и скоро истребят эту породу полезных животных. — Оставьте лучше в покое несчастных китов. У них и без вас много врагов. Пусть сражаются с кашелотами, с меч рыбой, с рыбой-пилой. Можно себе представить, как слушал канадец эту речь. Он во все глаза смотрел на капитана и, казалось, не понимал, о чем идет речь. А между тем капитан был прав. Алчные китобои истребят со временем всех китов в океане. Нэтленд начал насвистывать какую-то песенку, засунул руки в карманы и повернулся к нам спиной. Капитан Немо все еще смотрел на стадо китов. — Я говорил, — сказал он, обращаясь ко мне, — что у этих животных, кроме человека, достаточно врагов в своей среде. Сейчас произойдет баталия. Посмотрите, Аранакс, видите вон там, в восьми милях от нас, как движутся черные точки? — Вижу, капитан, — ответил я. — Это кашалоты. С этими животными шутить нельзя. Мне случалось иногда встречать их стадами по двести-триста особей. Вот кашалотов следует истреблять. Кашалоты — животные хищные, вредные. Канадец быстро повернулся к нам. — Что ж, время еще есть, капитан, — сказал я. — И в интересах китов... — Зачем бесполезно подвергать себя опасности, профессор? Наутилус сам рассеет этих кашалотов. Наутилус вооружен стальным тараном, который, я полагаю, не уступит гарпуну мистера Лэнда. Лэнд довольно презрительно пожал плечами, как бы не доверяя корабельному тарану. — Погодите, — продолжал капитан Немо. — Мы вам покажем такую охоту, какую вы еще не видели. С этими тварями я не имею ни малейшей жалости. Они представляются мне одной зубастой пастью. Зубы и пасть. Больше ничего. Зубастая пасть. Лучше нельзя было обрисовать большеголового кашалота, который иногда достигает в длину более 25 метров. Громадная голова занимает около третьей части его тела. Кашалот — представитель подотряда зубастых китов. У беззубых китов верхние челюсти усажены только роговыми пластинками, которые называют китовым усом. А у кашалота 25 цилиндрических верх заостренных зубов. Каждый зуб весит 2 фунта и имеет высоту до 20 сантиметров. В верхней части его огромной головы, в больших впадинах, разделенных хрящами, и находится этот от 300 до 400 килограммов драгоценной маслянистой массы, называемый спермоцет. Кашалот очень неуклюж и безобразен. Он, как справедливо заметил, фридол больше похож на головастика, чем на рыбу. Он какой-то уродливый, непропорционально сложен и видит только одним правым глазом. Тем временем чудовищное стадо все приближалось. Кашалоты уже заметили китов и приготовились к нападению. Можно было заранее сказать, что победа останется на стороне кашалотов, потому что кашалоты не только вооружены лучше китов, но они, кроме того, могут дольше оставаться под водой. Пора было поспешить на помощь китам. Наутилус ушел под воду. Консель, Нетленд и я расположились у иллюминатора в салоне, а капитан Немо сам встал у руля. Вскоре вращение винта ускорилось, и Наутилус пошел быстрее. Между китами и кашалотами уже произошла стычка, когда Наутилус врезался в стадо кашалотов. Кашалоты сначала не очень встревожились при виде нового врага, но скоро им пришлось почувствовать силу его ударов. Что это была за битва? Даже Нетленд, как бы сердит и огорчен он ни был, не утерпел и хлопал в ладоши. В руках капитана Немо Наутилус превратился в грозный гарпун. Корабль рассекал кашалотов пополам и оставлял за собой трепешущие и окровавленные куски мяса. Страшные удары хвостом сыпались на его борта, но эти удары были ему нипочем. Уничтожив одного кашалота, он летел на другого, поворачивался и направо, налево отступал, погружался, когда кашалот нырял, всплывал за ним и снова на поверхность, наносил удары сверху, поражал снизу, резал на части, уничтожал. «Ну и резня», — говорил Нетленд, — «какой шум подняли!» Действительно обезумевшие животные страшно взбаламутили океанские воды. Из их глоток вырывался пронзительный свист, сменявшийся предсмертным хрипением. Целый час продолжалось это побоище. Несколько раз сразу десять или двенадцать кашалотов атаковали наутилус. Сквозь стекла мы видели их зубастые пасти, их страшные глаза. Они цеплялись за наутилус, как собаки за загнанного кабана. Но наутилус то увлекал их вглубь, то поднимал на поверхность, нисколько не обращая внимания ни на тяжесть, ни на мощные удары животных. Наконец, кашалоты были рассеяны. Волны успокоились, и наутилус выплыл на поверхность. Мы тотчас же выбежали на палубу. Море было покрыто обезображенными, изуродованными трупами. Самый ужасный взрыв не мог бы так исковеркать и скромсать, выпотрошить мясистые туши. Мы плыли среди огромных трупов. «Спины у них голубоватые», — говорил консель. «Брюхо белое, и все они покрыты выпуклостями». Несколько перепуганных кашалотов обратилось в бегство. Вода на несколько миль вокруг окрасилась кровью. Казалось, что наутилус плыл по морю крови. Капитан Немо тоже вышел на палубу. «Ну как, мистер Лэнд?» — спросил он. «Что же это за охота?» — ответил канадец, который уже успел успокоиться. «Это и охотой нельзя назвать. Зрелище, конечно, страшное. Ведь я не мясник, я охотник. Я китолов». «Это же просто резня, бойня!» «Это истребление вредных животных, мистер Лэнд. Наутилус не похож на мясницкий нож. Вы напрасно его порочите». «По-моему, гарпун лучше», — сказал Нэд Лэнд. «Каждому свое», — ответил капитан, пристально глядя на Лэнда. «Разумеется», — сказал Нэд Лэнд. «Я уже начинал тревожиться, как бы канадец не сказал какой-нибудь дерзости. Но, к счастью, внимание его было отвлечено видом кита, к которому подошел наутилус. Животное не увернулось от зубастых кашелотов. Я тотчас же узнал южного кита совершенно черной, плоской, как бы вдавленной головой. Анатомически он отличается от белого и от нордкапского кита сращением семи шейных позвонков и тем, что у него на два ребра больше. У несчастного кита, лежащего на боку все брюхо, было порвано, и он был мертв. На конце его изуроданного плавника висел маленький китенок, которого он не смог спасти. Из-за открытой пасти лилась вода, которая шумела в его усах, как в тростнике. Капитан Нэма направил наутилус как раз к трупу животного. Двое матросов собрались на него и, к моему великому удивлению, принялись доить кита. Они надоили около двух бочек молока. «Не угодно ли вам попробовать, профессор?» спросил капитан Нэма, предлагая мне чашку. Молоко было еще теплое. «Ох, капитан, — сказал я, — несмотря на всю мою любознательность. Молоко — это отличное, Аронакс, оно ничем не отличается от коровьего». Я, скрипя сердцем, отведал. Молоко в самом деле было отлично и совершенно могло заменить коровье. Можно сбить из него масло, капитан, сделать сыр, что будет приятным прибавлением к вашему столу. «Я очень рад, что попробовал китовьего молока». «А я рад, что дал вам возможность его попробовать, профессор», ответил капитан. С этого дня я заметил, что Нэтленд стал очень косо поглядывать на капитана Нэма и решил наблюдать за канадцем, чтобы не допустить какого-нибудь скандала.